здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала меня зовут юлиана 10 июня один из самых сильных дни когда реализуются даже самые трудно выполнимые планы сегодняшнее видео все узнаете 10 июня захватывает окончание один столового дня и наступают 12 лунной сутки это считается один из самых сильных и положительных периодов календаря луны время когда реализуется даже самые трудно выполнимые планы а любая работа приводит к желанному результату с минимально энергетическими затратами время духовного совершенствования благоприятные любые путешествия день управляется светлой и загадочной венерой который покровительствует творчество и красоте эти сутки являются периодом накопления мудрости постижение тайн мироздания это же время 10 июня это время сострадания милости к окружающему миру день призывает позаботиться о душе верующим посетить храм или другое религиозное заведение важно начать и закончить день обращения к высшим силам в этот день открыть сердце вселенной нельзя проявлять напористость и торопиться также не самое удачное время для командировок и иных поездок включая паломничество к святым местам ссоры которые произойдут в этот день могут затянуться поэтому стоит давать волю только хорошим сторонам своего характера проявлять любовь и заботу это период когда нужно забыть про накопившиеся обиды и простить невозвращенные долги в этот день везение будет сопутствует только тем кто живет в гармонии с собой и вселенной людям которые могут выразить благодарность за то хорошее что уже есть в их жизни хорошо пройдет 10 июня и для тех кто стремится к саморазвитию получению новых знаний и пытается познать вселенскую мудрость особой милостью будут пользоваться люди которые думают не только о себе и не потворствует собственному эгоизма положительно скажется занятие благотворительностью а также одаривание близких людей подарками кроме того удача не обойдет стороной и молодоженов заключивших в это время свой союз это день поможет преобразиться внутренне и задуматься о душе это день мудрости и любви когда мы поднимаемся над подседневностью готовы получить духовное просветление символом этих соток считается сердце это день поможет вам осознать насколько взаимосвязаны все вещи во вселенной также проявление сострадания к другим людям и ситуациям поможет вам заглянуть внутрь себя это день приносит удачу но только благодарным людям тому кто не сомневается в том что вселенная обязательно поможет двенадцатые луны сутки время когда не стоит проявлять упрямство и напористость позвольте ситуации развиваться самостоятельно просто расслабьтесь и плывите по течению жизни конфликты начавшиеся в эти луны сутки могут длиться очень долго даже годами стремитесь избегать любых столкновений взглядов и жарких споров поскольку этот день считается днем милосердия то не стесняйтесь проявлять свою любовь к окружающим хвалить их и заботиться а вот жалеть кого и тем более плакать это делать напротив нельзя в этот день сами не увидите как это состояние затянет вас в пропасть а выбраться из нее будет очень сложно сделайте приятный подарок близкому человеку помогите случайному прохожему ну или накормите животных но не позволяйте недобросовестным людям пользоваться вашей добротой держите границы не навязывайте свою помощь другим людям возможно она им пойдет во вред это день хорош для садовых работ и подсобных монотонно спокойных занятий а вот торговля и решение острых вопросов сегодня могут не заладиться также это идеальное время для медитации глубоких раздумий и уединения сны в этот день если во сне вы увидели большие материальные ценности то жизни вам стоит переключиться с активной социальной жизни на духовную а если приснился сон с преобладанием духовных атрибутов и образов то жизни вам напротив не хватает практичности приземленности и реалистичности но по народным приметам в этот день отмечают никита гусятник празднующие 10 июня свой рождение считаются долгожителями и людьми с ярко выраженными лидерскими наклонностями это довольно требовательные и твердые личности которые не терпят никакого давления свою сторону желание тотального контроля над ситуацией людьми иногда теряют здравый смысл становясь нервозными и непредсказуемыми однако социальные контакты крайне важны для них потому что именно через них именинники этого дня могут реализовать свои самые лучшие решения их талисман василек 10 июня на руси считали днем первого выпуска гусят воду наши предки как могли оберегали их от нападения кров на хищных птиц пожилые люди искали в этот день первые грибы а для того чтобы год был богатым на урожай проводили специальную практику срезали первый гриб и шептали на него слова как первый гриб земле уродился так и урожай богатый появился истинно говорили один раз из первого урожая грибов пекли пироги которыми угощали прохожих и гостей этот день обладает большой лунной силой поэтому магические воздействия в это время особенно эффективны чтобы добиться максимального результата необходимо проводить в одиночестве это хорошее время чтобы провести практику на исполнение заветного желания а для этого нужно просто в течение всего дня в своем доме открыть окно запустить новую энергию и вот когда вы открыли окно проговорите свое желание а потом скажите такие слова силы небесные светлые благодарю вас за помощь и поддержку в моей судьбе подарите мне мое желание она исполнится скорее пусть она исполнится скорее да будет так вот проговорим три раза все на этом практика закончена и вы посмотрите что очень скоро и быстро ваше желание обязательно исполнится в этот день очень хорошо избавляться от ссор семьи что делать если семье постоянные претензии друг другу раздраженные разговоры переходящие в крик и становится нормой то сегодня можно исправить эту ситуацию день очень благоприятный вам нужно просто течение всего дня подмести в своем доме и достаточно подметать всего лишь в коридоре когда будете подметать вы можете перед этим вы можете по бумажке обязательно скажите такие слова подметаю огонь выгоняю всю боль и лютую злобу защищаю господа с ангелом которые ведают добром и владеют любовью обеды выживаю чтобы не было в моей семье тень убираю за порог отправляю радости в дом завлекаю все хорошее привлекаю вот проговариваем всего лишь один раз все если вы подметали ссор то обязательно его нужно завязать в пакет и унести все на этом практика закончена и вот посмотрите что очень скоро в доме будет все спокойно уже в этот день очень хорошо сделать оберег от сглаза вам достаточно просто взять немного соли и простой мешочек если у вас мешочка нету берите носовой платок туда сыпите немного соли и завязывайте как мешочек когда будете завязывать обязательно скажите такие слова мой амулет моя золотая сила будь всегда при мне проговариваем три раза и этот мешочек с солью вы ровно на месяц убираете в любое место в квартире или доме все такой талисман будет защищать ваш дом от любой негативной программы вот попробуйте и по традиции перед сном каждый из вас перед тем как ложиться спать обязательно проговариваем такие слова я вижу свою жизнь полной радости и изобилия вот повторяем один раз и вы посмотрите что в вашей жизни обязательно будет все налаживаться